Ну вот здесь, что я говорил? Ответственность перед миром души, перед своими задачами. А у нас разве эту ответственность в воспитательном процессе даже семьи, родоплеменного общества раскрывают? Вот семья – это та самая ячейка общества, которая вообще находится во главе угла. Что такое устои? Вот прежде всего человек рождается не человеком, я говорю. Он рождается условно заготовкой. Кому-то это коровит. Но есть эффект Акбара, есть эффект Маугли, все об этом знают. Мы должны выполнять те или иные задачи, которые нам предоставляет сама жизнь. Те условия, в которые мы попадаем. Без воли, без умения контролировать все вот эти тела и пользоваться, самое главное, шестым телом, интуицией, чуйкой, ощущением. И когда нет в этих, на первый взгляд, разрозненных общинах противоречий, вот они могут создать свое земство. Дело в том, что нам Творец дал все. Но он не дал только одного, как ты будешь этим распоряжаться. Доброго здравия, Владимир. Рад приветствовать снова. Взаимно. Тебя и у тебя. В течение последнего времени, крайнего времени, как говорят летчики, писать стали люди, спрашивая, почему давно нет интервью с тобой именно, почему не берешь интервью у Владимира Шумова. Так что, скажем так, стараясь исправить свою ошибку, примчался в Белгород. Очень рад. Беру у тебя интервью. В первую очередь, хотелось бы расспросить тебя о твоей поездке. Можешь нам пару слов сказать на эту тему? Ну, вкратце могу сказать, конечно же, потому что одно дело путешествовать, как говорится, по далеким странам и, как говорят, за границам, а другое дело постигать необъятные просторы нашей необъятной Родины. Поэтому в этом году, пять лет готовился, слава Богу, удалось, посетил Кольский полуостров. Как раз Лофозеро, Сейтозеро и исследовал некие рубежи, которыми прошел в свое время Барченко. Знаменитый исследователь гиперборейских сторон. Ну и, соответственно, конечно, был впечатлен уже дважды, потому что в 2011 году побывал на этих просторах. Но сейчас поход был более расширенным. Соответственно, удалось побывать не только на одном Сейде, Сейд-Явре, это заповедная зона, но и, скажем так, окрестностей Лофозера. Когда-то там жили лопари, так называемые, саамы, много преданий там осталось. Но побывать удалось в устье реки Цага и на острове, который имеет тройное название. Дело в том, что официально его на картах можно обнаружить как остров волшебный. Местные его называют Колдун. Но вот с одним человеком познакомился, он мне сообщил, что еще более древнее название – это остров Шаман. Ну, действительно, интересные вещи на этом острове происходили. И техника отказывала, и аккумуляторы не заряжались. В общем-то, мало, к сожалению, удалось сделать видео и фотоматериалов. Можно сказать, там, 5-7, максимум 10 минут. Но каково было мое удивление, когда, вернувшись уже, как говорится, с острова Шаман на материк, потому что остров на Лофозере находится, все само заработало, все стало заряжаться. А там за 5-6 часов не смог ничего зарядить, аккумуляторы. Ну, есть, как говорится, еще вещи, которые пока требуют осмысления, анализа. Места чистые, уникальные, замечательные, потому что тот восторг от пребывания там навевает многие думы, как люди получали информацию, как они ей владели. Потому что, ну, во-первых, это заполярный круг. Повезло то, что было, как говорится, светлое лето, то есть был день, а не ночь полярная, когда солнце касается горизонта и тут же встает. Вот, поэтому спали по 2-3 часа. Больше не требовалось, организм не требовал. Почему? Потому что место чистое, незамутненное вот этими самыми частотами, волнами, которые мы здесь в полной мере хватаем в городской действительности. Wi-Fi, сотовые? Сотовые не ловят, мы без связи были более 10 дней, вот, что не отвлекало от взаимодействия и общения с природой непосредственно. Вот, и удалось кое-что сделать на различных чистых местах, или, как говорят, местах силы. Интересности были какие-то такие, которые можно на камеру-то озвучить? Чудеса? Ну, про чудеса я вот сказал. Что касается острова Шаман, то да, там есть загаженные места. Пришлось немножко повозмущаться, за что тут же палкой получил полбу. Вот, ну, если так, как говорится, с юмором, с одной стороны, ну, это серьёзно, как только успокоил нервную систему от этих возмущений, всё нормализовалось, великолепное место нашли для установки палатки, у нас было 5 стоянок, вот, мы ходили очень малой группой, вдвоём, на лодке, поэтому, на надувной, поэтому там были чудеса, дважды нас спасали, можно сказать, перед бурей, так как никаких сводок мы не имели об изменении погоды, вот, ну, буквально за 12, там, за 2 часа, за 12 часов, за 2 часа до начала штормовых каких-то проявлений ветра, волны, что несовместимо, в общем-то, с надувной лодкой, приходили люди, появлялись, как говорят, ниоткуда, нас спасали, вывозили, лодка прохудилась в одном месте, но вот так вот было, как только нас на остров, на материк приземляли, тут же, тут же начинались природные катаклизмы, ну, были моменты, когда вот правильным путём шли, нас 6 часов сопровождала радуга, то есть, чтобы радуга 6, 7, даже, можно сказать, 7 часов, наверное, сопровождала, и провожала радуга так же, когда мы покидали это уникальное место, то есть, если говорить о чудесах природы, ну, других чудес всё зависит от человека, потому что человек сам чудо в этой жизни. Ну да, волшебники отличаются не тем, что они умеют, а тем, что они умеют распознавать волшебство в любом действии. Вот с уст моего товарища как раз нисходило вот это вот слово. Волшебные места, волшебство, потому что проявление природы было уникальным. Кстати говоря, мы там и загорали, и, как говорится, купались, и в плавках, и всё, несмотря на то, что в прошлом году, по-моему, средняя температура летняя была плюс 5 градусов, а тут до 30 градусов доходило. Поэтому волшебство проявлялось и в том, как природа нас баловала и погодой, и видами прекрасными, ну, фотографий много сделано, пока их надо систематизировать для того, чтобы выдать. Ясно. А местные там есть? Встречаются люди? Там кто-то живёт или нет? Ну, безусловно, люди живут, хотя меня вот поразило, что местный человек замечательный, который нам очень сильно помог, 72 года прожив там, родившись там, никогда за свою жизнь не был, допустим, на истоке Чаги, Цаги так, извините, вот, когда многие люди вообще, местные не посещали там, допустим, Раявр, вот, некоторые не посещали Сейд, озеро, хотя живут там, рыбачат. Интересно, с какими они устоями там живут? Очень интересные люди, замечательные люди, просто вот чем богата наша действительность страна, это потенциалом людским. Всё-таки очередной раз убедился, что каждый человек – это на вес золота. Вот то, чего нам сейчас единственного не хватает, это объединить эти крупицы золотые в единый костяк и, в общем-то, возродить ту нашу Родину, которая всегда была крепкой державой и мощным государственным началом. Ну, я так полагаю, это пока вот мы жили своим менталитетом, своими устоями, ещё как бы куда ни шло. А так как всё это растеряли-потеряли? Я не могу сказать, что мы растеряли-потеряли, нам просто периодически, почаще, я бы сказал, надо выходить на вот эти вот чистые места, уходить от той действительности, в которую нас искусственно загнали, потому что города – это, в общем-то, для многих не секрет, это резервации. Как в своё время индейцев загоняли в какие-то условные зоны, так вот сейчас люди живут. Хотя, в общем-то, считают, что прекрасно живут всё, но, как говорится, всё постигается в сравнении. Поэтому, когда мы сравниваем одни условия и другие, это небо и земля. Хорошо. Мне бы, Владимир, хотелось с тобой сейчас на камеру поговорить немножко об устоях. Что это такое, с чем это естся, и, скажем так, куда девались устои, как их можно сегодня возродить, эти устои, вот семейные устои, хотя бы вот, начинать с самого низа, самого простого. Ну, сейчас, скажем так, я понимаю твой намёк. Вообще, нужно смотреть масштабнее. Принцип, который к нам был применён, он всем известен. Разделяй и властвуй. Но, сейчас, вот в нашем обществе, очень много брожений, бурлений по поводу того, как же возрождать нашу страну, нашу державу, те самые устои, о которых вот ты сейчас задаёшь вопрос. Но я ещё в предыдущих, как сказать, беседах с тобой, я не могу назвать это лекциями, говорил о том, что всегда нужно начинать с себя. Прежде всего, с себя. и, в общем-то, я всю жизнь тем и занимался и занимаюсь по сей день, что изучаю себя, как некого индивида, как человека, что это такое. Вот и сегодня как-то в преамбуле нашей вот этой беседы уже под запись мы говорили о понятии интеллект. На сегодняшний день в общем-то непонимаемое до конца и в какой-то степени охайное. Я хотел тебя следующим вопросом об этом спросить. А это, понимаешь, в чём фишка? Тут как раз вот устои с этим связаны. Потому что я всё время рисовал тут тебе и... Сейчас, секунду, я возьму бумажку свою с подсказкой и оставил в комнате. Так. По-моему, ты в другом месте оставил. Слушай, она не тут. Но ты её оставил вот там. А, там оставил. Всё. Так, 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 так. Сейчас об интеллигенции поговорим, да? Ну, дело в том, что как можно говорить об устоях? Потому что устои устоями. А вот понятие интеллекта, ну, как говорят нам различные там источники в интернете, что интеллект, само слово, понятие пришло к нам там в 19 веке или в середине 19 века. Вот я вам всё время рисовал, что наши тела понятие ум, да, умение мыслить и разум. Ну, РА три единые, да, умение мыслить. А ум в данном контексте как опыт жизни. Поэтому вот эту черточку можно обозначить как интеллект. Умение анализировать то чувственное восприятие мира, которое к нам приходит во время опыта жизнетворчества, жизненного пути и умение применять это в разумной жизни. То есть как этим оперировать, анализировать, как это ум, опыт привлекать в свою жизнь как некий инструментарий для того, чтобы двигаться дальше. Естественно, вверх, а не вниз. Так как это вот матрица, ещё раз повторяю, природного тела, то, что мы называем физическим, да, или натуральным, а это матрица духовного тела, то, соответственно, вот то, что я тут постарался изобразить в некой руне трансформации, это и есть вот умение трансформировать опыт в бесконечное творческое восприятие мира и приложение сил, накопленных человеком за свою жизнь, в те устои, о которых вот сейчас мы и будем говорить. Что такое устои? Вот прежде всего человек рождается не человеком, я говорил, он рождается условно заготовкой, кому-то это коробит, но есть эффект Акбара, есть эффект Маугли, все об этом знают, но на эффекте Маугли легче человеку показать, пример того, если воспитывает ребенка животное, некое существо, там, обезьяны, волки, там, собаки, то данное дитя потом и воспринимает только те устои, которые он получил в первые годы месяцы своей жизни. При нормальных человеческих устоях воспитания ребенка, безусловно, из него получится только человек, а не некое зомбированное существо, которое будет потом, невзирая на какие-либо информационные данные, делать, по сути, непотребные вещи. Поэтому, прежде всего, в семье зарождается все. Человек рождается в семье, есть папа, есть мама, родители, первые боги, которые дают начальные чувственные ощущения восприятия этого мира. И в дальнейшем этот маленький человечек, раскрывая свои возможности, начинают постигать этот окружающий мир. И он понимает, что он живет не где-нибудь там в лесу, а он в обществе людей. Вот семья это та самая ячейка общества, которое вообще находится во главе угла всего. Поэтому понятие «я», или точнее сказать «я» как слово, потому что мы постигаем этот мир через словесную, вербальную, так называем, потому что ум оперирует, еще раз повторяю, для тех, кто может быть забыл или не видел чего-то, о чем мы говорили. Ум оперирует только словом и эмоцией. То есть чувственность. Стоп. Вот здесь как раз ты сейчас сказал чувственность. Не путайте эмоции с чувствами, потому что эмоции живут здесь, это есть эмоциональное, а чувства живут здесь. Это абсолютно разные тела. Я вспомнил, да, предыдущую беседу. Но парадокс заключается в том, что второе тело, детородный орган, он после того, как раскрывается, он позволяет и раскрыть шестое тело, которое тоже называют ошибочно чувством, интуицию, чело, откуда и рождается человек. Соответственно, разум разум оперирует чувствами и образы образами. вот это кардинальное различие между левым и правым полушарием. А вот то, что я изобразил в виде этой черточки так называемого, интеллект, это имеет прямое отношение к интеллигенции, к интеллектуальности, в смысле того, чтобы уметь сопоставлять и соединять возможности двух полушарий нашего мозга, левого и правого. Поэтому, когда левый и правый мозг работают в синхроне, вот тогда только и рождается что? Цельность. Сознание. Я осознаю себя как единым целым. Поэтому семеричная система восприятия наших тел, это базовые тела, создают что? О сознание. В О вписаны семь, восемь. Вот это даёт возможность бесконечного творческого проявления. Ну, условно напишем со знаком плюс. Это как макромир, выход в макромир в Вселенную. и микромир условно со знаком минус. Как постижение себя до уровня выше или ниже, чем там постоянная планка, все эти нанотехнологии и т.д. и т.п. Ну, то есть, это, собственно говоря, это картинка, которую ты сейчас нарисовал, это обычного интеллекта. Будем так, это картинка, которую я нарисовал, это ключ к пониманию собственной природы человека. Не овладев ключами, мы двери никакие в жизни не сможем открыть. И понять, как же нам в обществе выстраивать вот это я, кто такой я. Потому что у нас сейчас я, яканье, пришло к тому, что в основном эго проявляется. Или каприз, желание, что-то там такое. Гордыня. Что такое гордыня? Гордыня – это когда человек собственное достоинство превозносит над достоинством другого человека. И всё. И вот проявляется это самое эго. Прёт на всю катушку эмоциональность, человек словами кидается, образы стираются. И вот когда мы это я правильно воспитываем, а я – это слово, умение владеть словом. Вот тогда мы способны выстроить свои энергоцентры, как только выстраиваем, мы уже приходим к понятию семь я. То есть это как общепризнанные, понятные всем папа, мама и дети. Как только в этой семье устои воспитания детей, устои взаимодействия между мужчиной и женщиной, между женщиной и мужчиной на равноправных основах раскрываются и мужские, и женские качества, они абсолютно различны, и задачи различны, потому что вот это можно назвать женской природой человека, это можно назвать мужской природой человека. хотя эмоции женщинам тоже свойственны и чувства мужчинам тоже свойственны, но когда эти два начала объединяются, то вот эти два становятся единым целым, то о чем я все время говорю и к чему в общем-то сам стремлюсь. Соответственно семья это тот устой общества, который создает некие отношения взаимодействия. А можно семью цельностью назвать? Она уже цельная или нет еще? Если там принципы природные все на взаимоуважении и любви, то тогда она цельная. Там, где нет любви, там, где нет уважения, там нет семьи. Это только галочка где-нибудь там в паспорте. Но это нам навязали. Так называемые брачные контракты. Отсюда слово брак. Хороший настоящий союз между мужчиной и женщиной никогда браком не назовут. Все это все знают. Я ничего нового не придумываю, не говорю. Семья. Но семья это ячейка чего? Первое ближайшее окружение это кто? Наша родня. Поэтому это рода племенные отношения. Или как сегодня говорят домострой. Ну я просто говорю, что домострой у нас так и выстраивался. дело в том, что вначале ребенка нужно правильно воспитать, дать ему все необходимое человеческое, умение словом оперировать, эмоциями управлять, а эмоция это воля, только волевым началом можно эмоциями управлять и только изнутри, снаружи никогда эмоции. эмоции накачивают волю, скажем так, тренируют волю. Стоп. Дело в том, что эмоция это волна. Мы с тобой уже говорили. Эмоцион, ноушен, там и все остальное, то есть и океан, и все, это все связано с волновыми функциями. Потому что все на самом деле мы сами есть запечатленная волна. Потому что на самом деле мне очень интересно, что вырабатывает в человеке волю. Сознание и осознание. Понимаешь, в том, что мы с тобой уже говорили, я только повторюсь. Вот смотри, у нас есть первое тело, первое тело как называется сома, вещество. Ну неправильно называется или так привычно называется физическим телом. Но физика это природа. Можно назвать тибетским телом или натуральным телом, но суть от этого не меняется. Поэтому этим телом управляет что чувства, эмоции управляют чувствами и телом проявленным, запечатленным в этом пространстве. Ну и так далее. То что мы называем душой, это та самая конструкция полевая, которая выстраивает все, и тело, и чувства, и эмоции, и механизм разумно умный. Дело в том, что нам Творец дал все, но он не дал только одного, как ты будешь этим распоряжаться. Он не дает указаний. Будешь ты умным дураком, знающим, ничего не делающим, или разумным философом, тоже ничего не делающим. То есть у нас всегда ум, опыт жизни должен был применяться где? В проявленном пространстве, в семье. Вот здесь как раз в этих устоях, и мы учимся, мы в семье учимся прежде всего взаимодействовать. Поэтому когда у ребенка проявляются первые эмоции? Во младенчестве. Во младенчестве, да. Мама грудь отняла, он плачет, и все, уже пошли эмоции. Но это неплохо, это нехорошо, это просто данность такова, потому что ребенку требуется. И так я просто хотел все-таки это подытожить, воля, как воля нарождается, когда человек начинает ее реально понимать. Осознавать, осознавать и управлять, через внутреннее постижение самого себя, откуда исходит. Вот к примеру, одного человека оскорбили тем же матом нашим древним так называемым, да, многоэтажным. Он уходит в сторону и говорит стоп, а другой в кулаки и начинает нападать. А третьего, четвертого или пятого там, не знаю, даже не только матом, просто ах ты мой милый дурачок, и все, он уже заводится, да, к примеру. Или даже не важно его, просто быть несогласным. Сколько у нас сейчас в обществе этих несогласных друг с другом, сколько в обществе борются всех направлений, даже возрождения СССР. И в результате что у нас получается? Эмоции прут, а воля для постижения, если тебе дана какая-либо информация, подумай, что, какой анализ нужно сделать, какой логический вывод нужно из этого вынести. Правильный. Вот еще раз возвращаюсь. Семья этому учит. Ибо только в семье рождается человек. Но, к сожалению, у нас сейчас это самое... Институт семьи разбивает. Самая проблемная часть, потому что институт семьи, я не могу сказать, что он разрушен, но 70-80% разводов говорят об этом. По статистике мы говорим, там, более 10 миллионов женщин одиноких, без мужчин живут. Умных, красивых, достойных и абсолютно, как говорится, непрекаянных в плане семейных отношений. Их заставляют, условно говоря, тоже общество будьте там бизнесвуменными и прочее. И они уходят в работу, в какую-то действительность, иллюзию, по сути дела. Но не выполняют долг. Вот здесь вот, если говорить об устоях, вообще человека, у человека есть долг. Первый долг, когда он в семье рождается, у него долг перед своим родителем. Задачи. Какие задачи у человека? Ведь смотри, в одной семье рождаются разные души, и у каждой души есть своя задача. Первый долг это перед собой, как перед душой. У каждой души есть задачи. Поэтому я осознаю себя как некую целостную единицу, которая имеет определенные задачи. В это время, в этом пространстве, да, перед этой семьей, перед этим обществом, перед родоплеменным, потому что племя, племянник у нас слово осталось, я уже говорил, по-моему, а племя ушло, понятие племя ушло в обществе. Потому что родоплеменные отношения, родственники, мы говорим, богатая семья, чем она богата, и показывают пять детей, я не знаю, 18 внуков, 135 правнуков, но это здорово. И когда число это растет, вот тогда рождается что? Общество. А община, это оттуда же? Это община, ну, я мог бы написать община, потому что община из родов, из племен, ни одного рода. Вот рождается община, общество. Ну да, община, она идет из нескольких родов, в разных. Да, безусловно, потому что, ну, если в одном роду идет кровосмешение, извините, это в рождении происходит. Соответственно, мы существа общественные. Нам говорят, мы социальные, ну, это не наше слово, общественные. Вот когда мы понимаем, откуда общество рождается из этих понятий, а во главе все равно стоит задача человека. Общество тоже не очень любят, они говорят, лучше говорить общинные, мы общинные люди. Ну, пожалуйста, община, когда община отделяется от другого конгломерата, более мощного, это тоже не есть хорошо. Когда люди отделились, какой-то лубок создали, там, местечковость, и все, говорят, вот мы здесь живем хорошо, мы себе хлеб там печем, думаем, а вы тут как хотите, моя хата с краю, ничего не знает, это близко к этому. Но это при условии, что общество нормальное, а никогда свихнувшиеся общество в само общество. Дело в том, что это как раз зачаток того, что человек понимает, что так как живет общество, так жить нельзя. И они начинают объединять семьи, свои энергетические структуры в какую-то общину. но идти-то надо дальше, не надо замыкаться на одном поколении. А дальше вот как раз и возникает в нашей традиции, что здесь было всегда. У нас вот именно вот это и позволяло создать копное право, которое дальше делегировало своих представителей в объединении чего? То, о чем ты много говоришь. Земство. Земство. Потому что на одной земле, в одном землячестве может быть несколько общин. Земляки, земство, земляки, зема, да, вот еще со времен даже Советского Союза, когда встречаешь в армии земляка, ты его сроду никогда не знал, но он там из твоей области, там соседней деревни, их сплачивает, их сразу объединяет некое общество. Вот это земство рождается. И когда нет в этих на первый взгляд разрозненных общинах противоречий, вот они могут создать свое земство на договорных принципах, условиях сосуществования, взаимодействия, взаимоотношений, обмена и так далее. Ты говоришь, скажем, на земском, на глобальном уровне, а я бы хотел немножко тебя с тобой поговорить об устоях семьи на элементарном уровне, на просто возьмем пример отдельную какую-то семью, где мужчина вдруг понял, что он мужчина, что он хочет быть главой семьи, берет на себя эту ответственность, вот как ему бы, с чего ему начинать возрождать свои собственные устои, своей собственной семьи. Вот это интересно на самом деле. Ну, ты сам, в общем-то, в своем вопросе многое уже ответил. Дело в том, что мужчина прежде всего должен взять ответственность. Сейчас мужчины мало берут ответственность за семью с точки зрения жена, ребенок, дети, снабжение семьи. Ведь это же основные функции мужчины с точки зрения того, чтобы даже на современном уровне. Но раньше еще и что? Это обережество, то есть защита это что еще? Умение, умение, умение держать любой накал страстей извне, какой бы он ни был. Ну, допустим, те же самые общественные изменения, а семья, что от этого должно рушиться? Ну да, случился дефолт, а семье должно быть по барабану. Ну, по барабану не должно быть, это не будет, потому что семью, любой семьи этот дефолт, какой бы он ни был, он касается. Но самое главное в данном случае, это сохранять то, о чем ты говорил, волю, сохранять спокойствие, не эмоционировать, а находить способы выхода из данной ситуации, какая бы она ни была. И люди находят. Дело в том, что, еще раз говорю, у меня дед все время говорил, жизнь пройти не поле перейти, жизнь прожить не поле перейти. Соответственно, если мы понимаем, что на жизненном пути мы где бы ни находились, мы должны выполнять те или иные задачи, которые нам предоставляет сама жизнь. Те условия, в которые мы попадаем. Без воли, без умения контролировать все вот эти тела и пользоваться самое главное шестым телом, интуицией, чуйкой, ощущением. Умение соответственно применять опыт жизни и трансформировать его благодаря вот этим интеллектуальным. Я же еще раз говорю, вот руна трансформации, ее имя какое? Знаешь? Очень знакомое для тебя. Я смотрю. Это не бубен, это не бубен. Если мы вот так вот правильно нарисуем ее, то это два треугольника равносторонних. Но убираем вот это вот. То у нас получается два угла. Угол 60 градусов и угол 120 градусов. А имя этой руны трансформации, но я ее так нарисую уже на более понятное. Дура. Дура. Да. Пуля дура. Но воля определяет, куда ее лететь. поэтому если мы пользуемся трансформацией, то есть интеллект это и есть умение трансформировать то, что предлагает жизнь в то, что необходимо. Прежде всего человеку понять и постичь в данном периоде времени. Семье как выжить. Ну и соответственно обществу. Я могу дальше не раскрывать там это земские, соборные дела. Это все понятно. Коль ты мне задаешь вопрос семейных устоев, то естественно мы учимся. Учимся только лишь на примере или как сказать на способе подражания обезьянничания такого. Вот если в семье отношения у папы с мамой были в любви, согласии, добре, в уважении, то ребёнок выходя из этой семьи, попадая в другие рода и племена, старается то же самое воспроизвести, трансформировать чуть-чуть по-своему. То есть он старается это сделать на тех же устоях взаимоотношениях, но по-своему. Это нормальное явление, это нормальная реакция любого. Ну, то есть вот пример, ребёнок Чада родился в семье, вырос, подрос, берёт строить дом, там где нет рядом с папой, да, то есть вот я улица, да, улица, я о преемственности поколения, скажем так, вот устоев семьи, как вот они должны зарождаться сегодня, вот ну нету у нас устоев, вот у меня в семье устоев нет, я вот живу в Воронеже, только вот приперся, приехал в Воронеж, живу здесь уже год с хвостиком, у меня устоев семейных нет никаких, я вынужден сам их сегодня ты должен, должен, ты не вынужден, а должен создавать эти устои сам, но понимаешь проблема в чём, вот творец, когда он по образу и подобию сотворял, он дал нам все механизмы, но он не сказал вот иди налево, иди направо, иди прямо или ещё куда-либо, что с этим делать, да, вот у нас две руки, десять пальцев на этих руках, там, две ноги и так далее, поэтому у всех в принципе одно и то же, но смотри, есть такое расхожее понятие, что там типа все семьи как сказать, несчастливы по-своему, а счастливы одинаково, так вот это как раз кардинально всё по-другому, все семьи несчастливы одинаково, а вот счастье проявляется по-своему, почему, потому что когда человек счастлив, счастье, то он проявляет свою индивидуальность, а когда мы проявляем свою индивидуальность, мы находимся в творческом порыве, у нас открывается пятое тело, пятое энергоцентр, и мы проявляя свою индивидуальность, выстраиваем свою семью так, как мы хотим, учитывая ошибки своих предыдущих поколений, а проблема наших поколений на сегодняшний день заключается только одна, на мой взгляд, это умоление любви, непонимание, что такое любовь, мы с тобой тоже, в общем-то, затрагивали эту тему, но не глубоко, но понятие любовь, это умение и чувствовать, и держать эмоции под контролем, и уметь перераспределять на основе вот этой трансформации интеллект. Но есть же слово безусловная любовь, то есть безусловий. Так я тебе ее показывал, безусловная любовь, вот она, святая любовь, она когда не умаляет любовь земную и подразумевает любовь космическую. Вот в этом ключе здесь все есть, но это не я придумал, это испокон веков так было, это всегда так было. Человек, когда приходит понимание, что прежде всего он человек, когда он понимает, что он интеллектуальное существо, то есть человек опять же, то тогда взяв ответственность на себя, проявив свою волю, человек начинает проявлять в мир семейные устои, то есть он создает союз, зачинает детей, да, и в любви, да, и он начинает упорядочивать пространство вокруг себя, вот начиная просто со своей хатки, то есть я правильно все понимал, да? конечно, Исходя из тех условий, которые, вот, какими он располагает. Да, да. Но обычно как, вот наши, мои родители, например, начинали тоже с ложки, с вилки. Я в свое время, хоть и это было более, тоже начинал, как говорится, с сито для мытья овощей. просто вот по твоей вот этой картинке получается, что вот семья, родоплеменное, и общество, земство, это плавный переход на, как это сформулировать, на, сейчас скажу, сейчас соображу, на коллективный разум. Я правильно понимаю? Потому что по сути своей... Потому что во главе угла должен стоять человек, его индивидуальность. У нас все это дело перевернули. Потому что за земством идет собор. Земский, да. А за собором что идет? Что за собором идет? Так, а что за собором у нас идет? Вот та самая... Там уже, может, я не знаю, там кого они избирают, этот земский собор, что они там решат? Ну, у нас раньше князя изображали. Канонические все. Кон идет. Но у нас сейчас взяли все это вот так вот перевернули и на плечи человека посадили все. и тот, кто должен быть выборным, стал назначенцем. И более того, этот назначенец стал не просто делегировать, а как это называется? Наследовать, передавать по наследству своим отпрыскам, которые не всегда являются интеллектуально и даже не человеками. Вот у нас эту всю пирамиду, я ее, скажем так, более-менее постарался изобразить, как она должна быть. Ну, вот здесь, что я говорил? Ответственность перед миром души, перед своими задачами, а у нас разве эту ответственность в воспитательном процессе даже семьи, родоплеменного общества раскрывают? Я все время говорю, ты вначале раскрой, а потом развивай. Поэтому, когда раскрывается ключ, кстати, вот есть еще, я тебе дам специальный видеоряд. Вот этот мир еще в 19 веке назывался мир проявленный, первый мир. Вот этот мир второй. Звездный, звездный, да, это серебряное царство, золотое и медное. А этот мир, мир богов. Вот миры, они мирами назывались. И назывался третий мир. А вот теперь смотри, а почему первый, второй и третий? Вот я об этом и хотел спросить, почему не по порядку они идут? А потому, что они так раскрываются в человеке. Человек должен в начале себя осознать как существо и растительного и животного царства. Потом накопив энергию через слово, слово серебро, прийти к образному мышлению, соединить разум с умом. Вот эта вот часть должна быть сгармонизирована. Это что у нас? Мужская половина, это женская. Поэтому в каждом из... Чувства, образы, то есть он должен уже перейти на образное мышление, я правильно понимаю? Да, но при этом умело оперировать эмоциями и словами. Потому что эмоции это реактивный ум. Еще раз, это подсознание. А третья, тогда получается для чего? А третий, мир богов. Вот когда мы в мир любви входим, через медное царство, через медные трубы, вот тогда мы... Это же как раз соединение чего? Звездного и проявленного мира, уже выражаясь другими, как говорится, эпитетами. У нас получается мир богов, потому что у нас через любовь только мы к божественному приходим. Но боги, мы уже говорили, Говоров это говорил, боги это же не целостное, боги это только большее. Поэтому еще раз говорю, словами уже или так сказать понятиями Владимира Ивановича, который он нам всем подарил. Где большее в треугольнике? Ну, трапеция, диагональ. Вообще гипотетенуза. А, да, я уже забыл школу. гипотетенуза. Где большее, где большее в квадрате? Ну, тоже. Вот это уже диагональ, правильно. А где большее в кубе? Я уже немножко по-другому рисую. Где большее в кубе? Вот точно так же с того угла в этот. Диагональ куба. Куба, да, диагональ. Вот. И так во всем. То же самое, где большее в круге, в окружности? Где большее? Радиус. Диаметр. Диаметр, да. Радиус. Диаметр. Диаметр. Вот если мы на таких хотя бы простых понятиях будем искать Бога вот в этих проявлениях, тогда мы в себе легче находим, где у нас божественное, где у нас людское, где у нас животное, растительное проявление. И вот на основе этого уже тогда можно управлять эмоциями. более совершенное и более качественное. Ведь эмоции это всегда умение их держать где? В кулаке. В кулаке. Вот это воля. Поэтому когда нам жизнь предоставляет какие-то испытания, экзамены, зачеты, мы всегда должны смотреть на эмоциональное тело, как оно у нас проявляется. Но у нас-то все эти тела, мы их нелинейно должны воспринимать. У нас да, есть линейные, то есть подотчетность я уже сказал, душа управляет челом, душа управляет соответственно судьбой, причинно-следственным телом, разумно-умной, соответственно эмоциональной, чувственной и телесной основой. Но если я вот возьму и немножко по-другому изображу. к примеру круг семь тел и построю вот такую вот звездочку. семь энергетических тел. Но мы должны выстроить все недостающие связи. Что-то мне это семисвешник напоминает. А дело-то в том, что семисвешник то изображается немножко по-другому. Ну да, он в плоскости. Но у нас вертикальное все просто, а здесь на 90 градусов измененное, извращенное. Но в данном сколько у нас получается тел в совокупности? Если каждую линию мы восприним как некое дополнительное. Ну семь и семь сорок девять. Вот эта база сорок девять. Как только сорок девять, я тебе уже говорил, как только мы выходим в любовь, состояние любви безусловной, мы постигаем все сорок девять этих буквиц. Это основа для раскрытия. Но дальше-то это что, все? Уперлись? Я думаю, нет. нет. У нас есть дальше возможности идти. Соответственно, мы должны двенадцатеричную систему сознания дальше. Это же не так, что вот ты раскрыл это, раскрыл это, сюда пришел и все. и, как говорится, власть и склеил. Нет. Мы приходим к пониманию только лишь, а дальше мы должны оперировать этими всеми возможными сочетаниями телесно-энергетических взаимодействий. Но это тела, а это можно сказать уже, так сказать, проявление тел как энергии некие. Но где мы должны их применять? Ну вначале-то мы учимся через себя, постижение это идет как через собственное тело, это же индикатор всего-то на все. А дальше в семье мы приумножаем эти отношения в семье, не делимся ими, а приумножаем, дарим через любовь. Любовь не делит ничего, она только умножает. Соответственно, род крепнет, племя крепнет, общество становится здоровым, ну и все остальные последующие взаимодействия более глобального уровня в обществе выстраиваются. семья, да, основа. В свое время известное, знаменитое произведение, которое написал один из марксист маленинизма, так называемый, точнее сказать, друг Маркса Энгельс, семья как ячейка общества. Вот там он об этом говорил. но куда мы пришли? Куда нас привели? Я хотел тебе сейчас вопрос задать. Тогда чего же мы не можем общего языка найти? Почему мы не можем объединиться в элементарных вещах? Ну, скажи, у нас есть враги? Ну, как бы, собственно говоря, весь мир якобы нам враги, как телевизор говорит. Нет, не весь мир. У нас есть явные враги, а у нас есть тайные враги. Поэтому все эти знания, наши тайные враги, неявные, они используют против нас. Мы ими не пользуемся, они ими пользуются. Нож это хорошо или плохо? Нож это инструмент. Это инструмент. но этот инструмент может быть как инструмент произведения искусства и может как быть оружием, которое лишает жизни. Поэтому нож это не хорошо не плохо. Знания также. Поэтому интеллект позволяет в обществе анализируя те или иные ошибки собственные в семье, в обществе предпринимать те действия, которые наиболее точно сообразуются с временем и пространством, в котором мы находимся. Вот ты сегодня мне задал вопрос по поводу того, как я съездил там на Кольске. Я же говорю, нам встретились за десять дней вот так вот по пальцам одной руки можно пересчитать. Три-четыре человека. Мы были абсолютно без связи. Это там, где росомахи, медведи кругом ходят, тем более в этом году, так как погода соответствовала, ягод было много, медведицы стали рожать по двое, по трое медвежат. Не как обычно по одному. Так вот суть заключается в следующем, в том, что мы пришли в зону чистой природы. И вот когда каждый день постепенно, там через три-четыре дня сонастраивались с гармониками этой природы, ну естественно возникал вопрос взаимодействия с этими людьми, потому что следы видели, деятельность, ну там всякие были, там горностай или белки, не знаю, там гермомешок проели, там какие-то продукты нам чуть-чуть затопили, дожди шли иногда. Но суть заключается в том, что когда вопрос был задан, а что нам как делать, тут же через три часа появился человек и сообщил, что ребят, куда куда вы лезет завтра будет шторм, у вас сутки только лишь на туда и обратно, но там надо было посетить одну зону. Мы справились за эти сутки, но если бы нам предупреждения подобного не было, мы поставились на двое, на трое суток, и вряд ли мы подтуда в те погодные условия, которые потом уже возникли, выбрались бы самостоятельно и видели где-то вдалеке лодку одну рыбацкую. Так вот, к чему я это говорю? К тому, что когда мы во взаимосвязи с собственной природой и с мамой природы окружающего мира находимся в этом гармоничном сочетании, то мама природы нам всегда помогает. А гармония с природой то самое, о чем многие сейчас мечтают, и общинники, и анастасиевцы, и тому прочее, они говорят, надо вжить в гармонии с природой. А нельзя ли это гармония с природой назвать еще вот так же, как вот я говорил, что это коллективный разум? Вот ты попал сейчас на самую больную точку нашего общества. То, о чем я тоже говорю в приватных беседах, в своих выступлениях. Нам сейчас нужно возродить собственную, то есть личностную гармонию, вот эту самую мужскую, женскую, семейную. И тогда наше общество оздоровится. Дело в том, что наши недруги, скажем так, не просто враги, мы иногда сами себе врагами представляемся, потому что не слышим друг друга. как раз наши недруги используют эту возможность. Суть заключается в следующем. Эффект в природе все знают, что движет стаи рыб. Ну, скажем так, условно, никакого страха. Страх – это неизвестность, страха в природе нет. Нет страха в природе. Страх, я сразу говорю, любой страх – это неизвестность. Как только ты начинаешь постигать причину страха, он уходит. Раз и навсегда. Я договорю. Я договорю. Так вот, суть заключается в следующем. Что управляет рыбками? Тот самый рыбий бог, условно говоря, конкретной стаи, вот конкретного общества. А не коллективный их разум? Коллективный разум, ну, это одно и то же, суть одна. Это и есть коллективный разум этих рыбок. Что управляет муравьями? Коллективный разум, вот, кстати, на шамане встретил две вот таких, у меня есть фотографии отменные, два вот таких вот муравейника. Огромных, там, три метра в диаметре. Я таких нигде не видел. Но там дремучесть такая, что нога человека не ступала, я не знаю, когда. Хотя, это 40 метров вглубь заходишь у острова, а на побережье можешь все увидеть. Там и бумага, и пачки соли, и грязь, которую наши уважаемые туристы оставляют. И за собой ничего не подчищают. Что меня, собственно говоря, и возмутило в первые минуты пребывания там. За что и палкой как-то полбу получил тут же. Так вот, суть заключается в следующем. Если мы вот эту эгрегориальную составляющую, агрегатную составляющую возродим свою, нашу, назовите как угодно, славянскую, родовую, общинную, вот тогда, потому что, еще раз говорю, славянских народов очень много. И не надо противопоставлять сейчас вот, скажем так, адептов христианства, мусульманства, все остальное. Дело в том, что мусульмане, это сейчас стравливают эти кланы, народы, эти религиозные течения. Идет травля просто друг на друга. Но у нас уже травля идет на уровне семьи. У нас муж с женой, с топором, с этим самым. Если бы мы вышли на коллективный разум, нам бы все это показало, что это все ерунда, чепуха вообще просто. Так вот, когда мы как раз тот самый коллективный разум возродим, объединивших на устоях, прежде всего, семейных, когда мы будем друг друга слышать, видеть, понимать, быть щедрыми в некоторых проявлениях. Любить друг друга. Любить друг друга. Просто любить друг друга. То же самое возрождение СССР вот сейчас. Что происходит, да? Мне много задают вопросы. Что происходит с одним? Я сейчас без имен буду говорить. Это болезненная для меня тема, но я скажу так, что одни не видят достоинства других. Другие не видят достоинства третьих, пятых, четвертых, десятых. А это отсутствие любви. Это опять вот то, что я стер. Эго. Это то, что наши тела опять переходят вот в это состояние. А фитильки-то горят. Это просто такое представление того, что вообще во главе угла должен быть человек. Его оценка, его значимость не с точки зрения эго, о котором я говорил, а с точки зрения ценности. Потому что только человек есть по образу и подобию сотворец. Вот до тех пор, пока мы не будем сотворцов воспитывать в семье, у нас элита будет передавать это все по наследству. А наследство, как правило, у них какое? Любить в себе это не то, что там вот в зеркале где-то там колышется, каждое утро смотрим, да, при чистке зубов. Любить себя это любить свое божественное начало. понимать как к этому идти, но через опять же постижение этих ключиков. Как только ключики открывают эти двери, все, мы начинаем многомерными быть, а мы и есть многомерными. Вот тогда нас уже извините. Мышление светом и цветом, но что делает ребенок в свои юные годы, пока он не обладает словесной вербальной возможностью? нет, вот он как раз живет на светоцветомышлении. Он оперирует уже этими понятиями светоцветомышления. Но мы проходим специально через словесный для того, чтобы опять вернуться к светоцветомышлению. Соответственно, деньги имеют три функции. Обеспеченность жизненного пути, дня, разрушение жизненного пространства и обязательства.